Позвольте представиться, меня зовут Усышкин Сергей Владимирович, кто меня не знает, я заведующий отделением лучевой терапии в Институте онкологии Хадаса, Москва, также клиники Мецкан. Моя презентация посвящена лучевой терапии ольгометастатическому раку, это вторая часть, скажем так, практические аспекты, начнем с них. Но что такое ольгометастатическое заболевание? Вообще эта концепция была предложена в 1995 году ученым из Чикагского университета Хелманом и Вайксельбаумом. Они постулировали, что существует некая промежуточная стадия между клинически локализованным заболеванием и, крайним вариантом, полиметастатическим заболеванием. То есть в локальном заболевании локальное удаление лечения первичной опухоли ведет к извлечению от заболевания. При полиметастатическом локальное воздействие на отдельные все или часть очагов не приводит к извлечению от заболевания. Они постулировали, что существует некая промежуточная стадия, которую они назвали ольгометастатическое заболевание, при котором аблативное воздействие на первичную опухоль и на все метастатические, их должно быть небольшое количество очаги, потенциально может привести к извлечению от заболевания. В некоторых работах это состояние называется метастагенным равновесием, метастагеник эквилибриум, то есть это некое равновесное состояние, которое не является ни полиметастатическим, ни первичной опухоли. Интересно, что между моментом публикации вот этой статьи Хеллман и Ваксельбаума в 1995 году и появлением опубликованных данных исследований по ольгометастазам прошел достаточно большой промежуток времени, порядка 15 лет, до начала 10-х годов практически не было работ, связанных с ольгометастазами, затем пошел экспоненциальный рост этих публикаций и исследований первой и второй фазы. Но, вероятно, это связано с тем, что доступность стереотоксической лучевой терапии, оборудования, она была недоступна еще в тот момент, в конце 90-х и на протяжении 2000-х годов. Сейчас это оборудование, эти методики становятся все более и более популярными, более доступными, все центры начинают их применять, поэтому, соответственно, и количество данных у нас резко возросло. Когда появляется много данных, требуется систематизация этих данных. Но для начала классификации. 2020 год знаменовался в нашей специальности появлением консенсуса и классификации ольгометастатической болезни на уровне профессиональных, самых основных наших профессиональных сообществ, Эстро, Астро и ОРТС. Основной вопрос заключается в том, что как определить то самое метастазогенное равновесие, как определить это ольгометастатическое заболевание. Но поскольку мы все понимаем, что, скорее всего, за этими процессами кроются определенные биологические основы, Скорее всего, существуют некие биологические маркеры, биомаркеры ольгометастатического заболевания. И такие работы действительно проводятся, есть первые результаты. Однако на данный момент, в 2020 году, таких валидированных, доступных в клинической практике биологических маркеров не существует. Это признано консенсусом. Поэтому единственным способом определения характеристики классификации ольгометастатического заболевания остаются наши, доступные в нашей клинической практике, методы медицинской визуализации. Компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, патитуронно-эмиссионная томография. В настоящее время в Европе развивается исследование, называется Олиго-Кер. В нем участвует много центров, это так называемый корзинный дизайн исследования. То есть очень много различных групп одновременно происходит для разных локализаций. И, естественно, для такого исследования понадобилось разработать рекомендации по визуализации ольгометастатического заболевания. Они опубликованы, здесь ссылка на эту работу. Эти рекомендации описывают те процедуры, которые рекомендуются для диагностики ольгометастатического заболевания. При основных локализациях злокачественных новообразований, это при раке легком, при раке предстоятельной железы, полуроктальном раке, раке молочной железы. Но если мы посмотрим на эти рекомендации, то основной метод, один из основных методов, который в них рекомендуется, это патитуронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией. Так, пишут, что вылетела презентация. Сейчас видно? Отлично. Так, видно, значит, презентацию видно. Продолжаем. Я надеюсь, что вы не все потеряли, то есть мы остановились на рекомендациях по визуализации ольгометастатического заболевания. Основным является патитуронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией. Ну, это 18 фтор-дезоксиглюкоза в основном и для рака предстоятельной железы, конечно, это более специфичные радиофарм препараты. Фтор-ПСМА, ГАЛИ-68-ПСМА, ну и МРТ для визуализации головного мозга. Итак, у нас есть методика визуализации ольгометастатического заболевания. Это патитуронно-эмиссионная томография. Дальше возникает вопрос, каким образом проводится эта классификация. Ну, в данной статье представлено своеобразное дерево подтипов. Их на сегодняшний день 9 подтипов, выделено ольгометастазов и в виде таких трех линий. То есть это ДНОВА ольгометастазы, это повторные ольгометастазы и индуцированные ольгометастазы. И дальше разделение на эти подтипы идет в виде дерева и в виде ответов на ключевые вопросы. То есть были ли ранее полиметастазы, были ли ранее ольгометастазы, проводится ли активное лечение или не проводится в момент выявления. И растут ли эти очаги. Ну, на основании вот такого дерева происходит разделение на 9 подтипов. Но наиболее очевидное это ДНОВА ольгометастазы, то есть новые ольгометастазы, пациента, у которого ранее не было вообще метастатического поражения. Синхронные это одновременно с выявлением первичной опухоли в пределах 6 месяцев. Метахронный ольгорецидив, когда единичные метастатические очаги появляются в периоде динамического наблюдения после лечения радикального первичной опухоли более 6 месяцев. И метахронная ольгопрогрессия, когда эти единичные очаги возникают на фоне активного системного лечения. Повторные ольгометастатические очаги выделяют повторный ольгорецидив, когда появляются новые, в периоде динамического наблюдения, то есть без активного системного лечения появляются новые единичные очаги. Или растут ранее имевшиеся единичные очаги. Повторная ольгопрогрессия, когда происходит то же самое, но на фоне активного системного лечения. И так называемая повторная ольгоперсистенция, когда на фоне продолжения активного системного лечения остаются единичные очаги, которые реагируют хуже, и они сохраняют признаки активности, то есть персистенция. Индуцированное ольгометастатическое заболевание достаточно новое понятие, когда мы имеем переход из изначально полиметастатического заболевания в ольгометастатическое. Оно разделяется на индуцированный ольгорецидив, когда после системного лечения полиметастатического заболевания остаются единичные очаги, которые прогрессируют. Растут даже, возможно, на фоне старых неактивных очагов, но без лечения. То же самое, но на фоне продолжения системного лечения. Индуцированная ольгопрогрессия. И последний тип, девятый, это индуцированная ольгоперсистенция, когда на фоне продолжения активного системного лечения полиметастатического процесса остаются единичные, более устойчивые, хуже реагирующие по сравнению с другими очаги. Это называется индуцированная ольгоперсистенция. И что важно, в этой классификации подчеркивается, что вся эта система может развиваться как динамическая картина. То есть ольгометастазы могут переходить в полиметастазы и, наоборот, из полиметастатического заболевания может заболевание переходить в ольгометастатическое, индуцированное ольгометастатическое заболевание. И мы подошли к самому главному, что такое с точки зрения консенсуса ольгометастатическое заболевание. Ольгометастазы могут быть определены как ограниченное количество метастазов от 1 до 5 очагов. Возможно, контролируемая первичная опухоль, но это является опциональным. А также самый главный критерий, на который следует обратить внимание, что все ольгометастатические очаги должны быть, могут быть безопасно, радикально пролечены. То есть пролечены с помощью аблативных методик. Одно из таких методик, ну, собственно, о чем мы сегодня ведем речь, это стереотоксическая аблативная радиотерапия. Ну, несколько данных слайдов, они предоставлены профессором Цвифуксом. Вот данный слайд, он говорит о том, что в нашем распоряжении сейчас имеются технологии космической эры. Это наше современное оборудование, то есть линейные ускорители, но в данном случае это Variant Edge, здесь изображен, который снабжен целым рядом дополнительных опций, позволяющих очень точно подводить достаточно высокие аблативные дозы к опухолевому очагу с максимально возможным исключением нормальных тканей из объема облучения. Стереотоксическая аблативная лучевая терапия характеризуется рядом особенностей, отличающих ее от обычной фракционной лучевой терапии. Ну, во-первых, это мультимодальность, то есть для того, чтобы нам прицельно, точно, селективно лечить очаг, его нужно хорошо визуализировать, поэтому используются максимально все возможные модальности. ПЭД-КТ, МРТ, КТ с контрастом и так далее. Это позволяет, во-первых, визуализировать точные границы опухолевого очага, во-вторых, определить органы риска, на которые мы должны контролировать дозу и максимально выяснить. Но в данной ситуации для метастатического поражения позвоночника мы видим визуализацию спинного мозга, на которой как раз и контролируется доза облучения. Второй особенность является очень высокая степень конформности, то есть соответствие распределения предписанной дозы, объему облучения. И использование современных методик модуляции интенсивности, таких как АМРТ и ВИМАТ, позволяет создать очень высокий градиент, перепад дозы между границей опухолевого объема и органами риска. Тем самым мы делаем возможную безопасную доставку очень высокой оплативной дозы к опухолевому очагу. Более того, мы имеем, благодаря таким технологиям, имеем возможность так называемого доуспоинтин. То есть, скажем так, рисование дозы, мы можем селективно обленные участки внутри опухолевого объема добавлять им дозу или охлаждать, в зависимости от наших задач. И третья особенность – это очень высокая прецизионная доставка дозы облучения к опухолевому объему. В нашей распоряжении сейчас имеются системы визуального контроля, в частности, КОН-БИМ-сети, которые позволяют непосредственно на столе линейного ускорителя получать изображения, совмещать их с референсными объемными изображениями, корректировать положение опухолевого очага и с большой точностью подводить запланированную дозу. Благодаря всем этим системам визуального контроля мы имеем возможность использовать очень маленькие отступы на неопределенность локализации опухолевого очага во время сеанса лечения – 1-2 мм. Именно это позволяет безопасно подводить высокие аблативные дозы к опухолевому очагу. Механизм действия аблативной радиотерапии, но говоря о нем, нельзя не упомянуть профессора Цви Фукса, с которым я имел счастье работать в течение длительного времени, учиться у него, могу даже назвать себя его учеником, профессор Цви Фукс длительное время возглавлял отделение лучевой терапии в Memorial Sloan Kettering Cancer Center в Нью-Йорке. И в последние 15-20 лет он занимается изучением биологических основ действия высокодозной аблативной лучевой терапии в лаборатории Memorial Sloan Kettering Cancer Center. И как раз в его лаборатории было получено наибольшее количество результатов. И вот дальше на них посмотрим. Весь механизм действия высокоразовая доза облучения как раз был изучен в этой лаборатории. Но профессор Цви Фукс, он не молекулярный биолог, он лучевой терапевт. Поэтому эти данные о механизмах действия также применяются в клинической практике. Исследуются в научно-исследовательских центрах. Один из таких центров, которые он возглавляет как медицинский директор, это Champalemore Center for the Unknown. Он находится в Лиссабоне. У него фотография. Это современный, ультрасовременный центр, который использует самые современные передовые технологии лучевой терапии и проводит клинические исследования. Как раз далее мы увидим несколько работ, опубликованных этим центром под руководством профессора Цви Фукса. Дальше несколько слайдов. Они были любезно предоставлены самим профессором Цви Фуксом по механизму действия облотивно-лучевой терапии. Во-первых, как вообще работает обычная, так мы ее назовем, фракционная лучевая терапия. Влучение, анонизирующая в наших обычных стандартных дозах, это порядка двух грей, вызывает разрывы ДНК. В том числе наиболее летальные для клетки это двухцепочечные разрывы ДНК. Но в наших клетках существует созданная эволюция эффективной системы репарации этих двухцепочечных разрывов. Там известно три основных пути. Негомологичная рекомбинация, альтернативный путь рекомбинации и гомологичная рекомбинация. Весь механизм действия фракционной лучевой терапии основан на том, что опухоли и нормальные ткани по-разному репарируют эти двухцепочечные разрывы. То есть после преоблучения стандартными дозами нашей фракционной лучевой терапии происходят двухцепочечные разрывы и дальше наступает репарация. Но в опухолях эта репарация идет в основном по альтернативному пути. Репарация, которая склонен к ошибкам, поэтому эти ошибки накапливаются как лавина. И в опухолях клетках они накапливаются больше, чем в нормальных тканях. И на этом основано то, что в конечном итоге при подведении определенного заданного числа сеансов лучевой терапии опухоль клетки погибает. Нормальные ткани восстанавливаются до определенного приемлемого, скажем так, уровня. Однако, поскольку нормальные ткани так же, как опухоль, реагируют и все-таки у них есть пределы переносимости, то есть толерантные дозы, то с помощью фракционной лучевой терапии локальный контроль опухоли обычно не превышает 65%. Стереотоксическая аблативная лучевая терапия действует совершенно по-другому. Тут важность изучения этих механизмов заключается в том, что они пролили свет на уникальную биологию. То есть происходят совсем другие процессы, которые приводят как раз к эффекту противоопухолевого. Но в подробности глубоким погружаться не будем, потому что это для молекулярных биологов. Я только хотел бы обратить внимание на то, что при использовании очень высоких разовых доз облучения, это облучение однократной дозы 24 грей, которую мы называем single dose, радиосерапия, происходят процессы, связанные с сосудами. То есть если при обычной фракционной лучевой терапии в районе 2 грей, такие изменения не происходят, то при облучении высокой разовой дозы как раз это и происходит. То есть в опухоли происходит своего рода инфаркт. Возникает острая ишемия в пределах одного часа, то есть в пределах получаса. Вот здесь представлены результаты МРТ, это перфузия. Мы видим в реальном времени после облучения на модели, на мушах, скорее всего, видим, как меняется перфузия опухолевого очага. То есть происходит острая ишемия, а затем реперфузия. Этот феномен, он известен, он происходит в том числе при инфаркте миокарда, при многих других патологических процессах у пациентов. И вот эта острая ишемия, реперфузия, приводит к тому, что в опухоли возникают активные формы кислорода, повреждающие мембраны, генетический материал. И через определенные биологические механизмы запускается система, которая подавляет ту самую гомологичную рекомбинацию, то есть репарацию клеток. И тем образом, при действии вот этих высоких доз лучевой терапии, при стереотоксической лучевой терапии, мы действуем не только на генетический материал клеток, но и одновременно действуем на сосуды клеток. Через вот эту сложную систему биологического каскада мы заставляем, мы ингибируем, по сути, гомологичную рекомбинацию с репарацией этих двухцепочных разрывов. И вот такая модель двух мишеней, то есть действия на ДНК одновременно и на систему репарации, ингибиция системы инфарации приводит как раз к массивной клеточной гибели клеток в опухоли. И, собственно, и объясняет, почему стереотоксическая лучевая терапия в плане контроля опухоли в очага настолько эффективна. Из лабораторных моделей как раз постулируется, что разрывая доза 24 гри приводит к излечению опухоли в очага с вероятностью более 90%, 92-95%. Как это работает в клинике у пациентов? Одна из первых работ достаточно известна как раз из Memorial Sloan Kettering Cancer Center под работой опубликован Карлан Грекко, который также работает в центре в Шампалемо, ранее работал в Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Она показала, тут были проанализированы результаты лечения стереотоксической лучевой терапии с разовой высокой дозой, single dose, радиосерапии у 103 пациентов с абсолютно разной гистологией, всеми возможными гистологиями, и исследовались, сравнивались дозы облучения разовой очень высокие, 23-24 гри, то есть как раз single dose, радиосерапии, и более низкие разовые дозы. Было показано, что в зависимости как раз от уровня дозы результаты различают, то есть более высокие результаты получаются при использовании разовой дозы 24 гри. Но что самое интересное, результат контроля не зависел от гистологии первичной опухоли. То есть гистологии, которые ранее считались радиорезистентными, такие как полуректальный рак, почечноклеточный рак, меланома, реагируют одинаково. То есть при достижении определенного порога уровня разовой высокой дозы происходит гибель опухолевых клеток вне зависимости от гистологического типа опухоли. Но это ранние результаты, уже в прошлом году, спустя 8 лет после той публикации, вышла достаточно статья большая, подробная, и вам рекомендую с ней ознакомиться. Из клиники Шампалемо в Португалии в этом исследовании был обобщен опыт лечения ольгами статического заболевания у 175 пациентов тоже со всеми возможными гистологиями. В основной сети гистологии были 4, те же самые, которые наиболее распространены при ольгами статах. Это не мелкоклеточный рак легкого, рак молочной железы, рак пристательной железы, колоректальный рак. В исследование они включали пациентов с ольгами статическими заболеваниями менее 5 очагов с высоким фактором, с хорошим общим состоянием, с контролированной первичной опухоли. Лекарственная терапия проводилась на усмотрение медицинского онколога. Использовалось две схемы, то есть использовалась высокая разовая доза 24 грей, которая вот в сингл-дозе радиосерапии, про которую идет речь, в 76% пациентов. И в тех случаях, когда они не могли подвести такие высокие разовые дозы из-за ограничений по нормальной ткани, они использовали гипофракционное облучение три фракции по 9 грей. Далее пациенты наблюдались по ПЭТ-КТ с регулярными интервалами, первый раз через 3 месяца после лечения, далее каждые 6 месяцев. И при появлении новых очагов, если они соответствовали критериям олигометастатического заболевания, проводилась повторная стереотоксическая абляция этих очагов. Они называют SOMOS, Sequential Oligometastasis Ablation. Она была из этой группы, возможно, у примерно половины пациентов, 42 пациентов. При этом, если дальше, в периодном времени опять появлялись повторные олигометастазы, проводилась повторная стереотоксическая абляция этих метастазов до тех пор, пока либо ресурсы заболевания были исчеркнуты, пациент был излечен, либо заболевание переходило в полимикстатическое заболевание. И, что интересно, у 6% пациентов такая повторная стереотоксическая абляция была возможна более трех раз. В этом исследовании они, по сути, подтвердили ранее полученные данные о том, что высокоразовая доза по сравнению с гипофракционным режимом приводит к полному регресс опухолевого очага с вероятностью более 90%. То есть, в период при сроках наблюдения 5 лет показатель локального контроля очагов 92% при высокоразовой доз 2.4 ГРА, против менее 40% при использовании гипофракционного режима. Далее, они также показали, что результат контроля опухолевого очага не зависит ни от его размера, статистически достоверно, ни от гистологии первичной опухоли. Они, правда, оговаривают, поскольку здесь мы видим, что зависимость от гистологии начинает приближаться к результатам статистической значимости, как бы хуже легкий и полуэрктальный рак. Но, на самом деле, они объясняют это тем, что большая часть этих очагов была либо в надпочечниках, либо в печени. И всего подвижности этих органов результаты локального контроля могут быть несколько меньше. Также вероятность локального контроля очагов не зависела от локализации самих, от органов, где локализуются эти метастазы печень, почки, эпатические узлы легкие. Но, что самое интересное, самый интересный вопрос, который остается, есть ли какие-то клинические предикторы олигометастатического заболевания, которые мы можем использовать в клинике. И как предсказать переход из олигометастатического в полиметастатическое, если, как определит потенциал такого перехода, прогрессии в полиметастатическое заболевание. В этой работе, в этом же исследовании они показали, что выживаемость без конверсии в полиметцитатическое заболевание составила в общей группе 175 пациентов всего 26%, то есть 2,3 пациентов рано или поздно переходят в состояние полиметцитатического заболевания, к сожалению. И попытались дальше, соответственно, выяснить, какие клинические предикторы существуют. Они сравнили режимы фракционирования, использование адюватного системного лечения, времени, которое прошло от первой абляции до прогрессирования, до перехода в ольгамистазы или полиметастазы, или от локального контроля ранее пролеченных очагов. И ни с одним из этих факторов они не выявили достоверной статистической взаимосвязи. Однако при многофакторном анализе они увидели, что всего три фактора могут влиять на конверсию из ольгамистазов в полиметастазы. И этими факторами оказался эффект инициального опухолевого объема, то есть это суммарный объем опухолевых очагов на КТ первоначальный, то есть в самом начале. А также эффект метаболической характеристики, то есть ПЭТ, SUV-MAX в наиболее активном из очагов. С помощью методов статистического анализа они дихотомизировали и выяснили, что разделили как раз группу пациентов на группы с объемом опухолевых очагов суммарным менее 14,8 кубических сантиметров и более 14,8 кубических сантиметров. Есть SUV-MAX, соответственно, менее 6,5, более 6,5 и выяснили, что вероятность прогрессирования из ольгамистазов в полиметастазы статистически достоверно различается между этими группами пациентов. Далее они провели двухфакторный анализ и выявили три группы пациентов в зависимости от комбинации этих факторов. То есть в первой группе или первой категории, как они называют, это пациенты с инициальным опухолевым объемом менее 14,8 и SUV-MAX менее 6,5. То есть это ограниченное количество небольшой мочегов с низкой метаболической активностью. То есть у этих пациентов вероятность выживаемости без прогрессии в полиметастазе составила на протяжении 5 лет 90%. Вторая категория промежуточная с объемом тоже менее 14,8, но более высокими показателями SUV-MAX. То есть пациенты с небольшим по объему метастазами, но более метаболически активными. То есть у них примерно 60% вероятности в течение 5 лет выживаемости без прогрессии в полиметастазе. И третья категория – это пациенты с инициальным большим опухолевым объемом, более 14,8, вне зависимости от показателями метаболической активности. И у этих пациентов вероятность прогресса в полиметастазе была наиболее высокой. То есть в течение 5 лет не прогрессировали менее 20% пациентов. Также они изучили влияние вот этой последовательной стереотоксической радиоабляции метастазов во всей группе пациентов. И выяснили, что вот такая последовательная радиоабляция приводит к снижению вероятности прогрессии в полиметастатическое заболевание. Она его замедляет. То есть у всех пациентов с олигометастазами действительно имеет смысл проводить повторные раунды стереотоксической радиоабляции, поскольку это в целом замедляет процесс прогрессирования с олигометастазов в полиметастазы. Поэтому на основании вот этих данных они выделили три группы и также проанализировали, насколько последовательная радиоабляция влияет на показатели выживаемости без прогрессирования в полиметастатическое состояние. В первой категории наиболее благоприятной с минимальным опухолевым объемом до первой радиоабляции с минимальным индексом накопления. Половина пациентов потребовалась повторная радиоабляция, но разницы между теми, у кого она потребовалась и не потребовалась, не было. Это означает, что при этом фенотипе, при первом благоприятном, происходит медленное прогрессирование, на которое, по сути, вот эта повторная радиоабляция является просто медленно прогрессирующий благоприятный иммунофенотип олигометастатической болезни. Во второй группе пациентов при таком же аналогичном анализе было отмечено, что происходит замедление конверсии из олигометастазов в полиметастазы, однако разница между группами не достигла статистической значимости. Это означает, что она замедляется, но полностью мы не можем, этих пациентов как бы не можем излечить всех. И в третьей группе неблагоприятный эффект замедления прогрессии из олигометастаза в полиметастазы тоже был отмечен, однако с течением времени практически эти группы начинают пересекаться. Таким образом, авторы делают вывод, что повторная стереотоксическая абляция очагов в этой группе пациентов может замедлить, но не предотвращает прогрессию из олигометастаза в полиметастазы. Далее они также сравнили общую выживаемость пациентов. Оказалось, что кривые выживаемости в этих трех группах пациентов, они близко напоминают кривые свободы от прогрессии в полиметастатическом заболевании. То есть это говорит о том, что между иммунофенотипами есть взаимосвязь, и она влияет также на общую выживаемость этих пациентов. Самый интересный вопрос, можно ли улучшить эти результаты добавлением адювантного системного лечения. После первоначальной радиоабляции улигометастазических очагов они выяснили, что, к сожалению, нет. Вне зависимости от добавления адювантной системной терапии, разницы в общей выживаемости пациентов они не отметили. Таким образом, они выделили три фенотипа олигометастатического заболевания. Первая категория – это олигометастазы с низкой опухолевой нагрузкой. У этих пациентов пятилетняя выживаемость без прогрессирования в полиметастазе достигает 90%. То есть это, скорее всего, как раз тот классический фенотип олигометастатической болезни, предсказанный в гипотезе Хеллмана и Ваксельбаума, при котором локально-аблативное лечение всех очагов соответствует излечению от опухолевого заболевания. Вторая промежуточная категория – это олигометастазы с умеренной опухолевой нагрузкой, у которых у этих пациентов пятилетняя выживаемость без прогрессирования в полиметастазе составляет около 60%, что тоже неплохо. Поэтому они также рекомендуют у этих пациентов проводить стереотоксическую радиоабляцию всех видимых метастазов, поскольку она замедляет прогрессирование из олигометастазов в полиметастазы, но с оговоркой, что, конечно, скорее всего, в данной ситуации это не излечение заболевания. И, наконец, третья категория – неблагоприятная. Олигометастазы с высокой опухолевой нагрузкой, у которых пятилетняя выживаемость без прогресса, полиметастазы менее 20%. У этих пациентов неизбирательное применение локально-аплативного лечения всем пациентам необоснованно. То есть это пациенты для дальнейших клинических исследований, возможной комбинации с иммунотерапией, с таргетной терапией. То есть одна стереотоксическая лучевая терапия у них, конечно, не приводит к излечению. Ну и в конце своей презентации я хотел бы привести клинический пример из моей практики, из моей клиники, в которой я сейчас работаю. Достаточно молодая пациентка, 44 года. Это с злокачественной опухолью левого легкого. В 2017 году у нее было диагностировано заболевание. При биопсии выяснилось, что это низкодифференцированная аденокарцинома. ПДЛ 1,25% и все остальные мутации негативные. При ПТКТ множественные очки гиперфиксации в правом легком, в средостении. Она получала инициальную химиотерапию диагруза фалинта с карбоплотином. По данным контрольных исследований была отмечена резко выраженная положительная динамика. И в январе 2018 года у нее по данным ПТКТ остался единичный лимфоузел с высоким индексом накопления, расположенный на уровне 10-го грудного позвонка возле сердца. Мы провели стереотоксическую лучевую терапию на этот единственный очаг по технологии с планированием по ITV, с 4-х умерших 4 ДКТ, с 40 грей, 5 сеансов, 8 грей с гейтингом. Дальше она наблюдалась, получала периодически делала ПТКТ. Через полгода тоже были новые лимфоузлы, прогрессирование. В связи с этим она перешла на вторую лимфоузел, была начата иммунотерапией, пембролизумаб с неволумабом, далее карбоплотин, пемитрексид, биоцизумаб. И к маю 2019 года у нее оставался единичный лимфоузел в области шейных лимфоузлов. Слева была проведена стереотоксическая аблативная радиотерапия разовой, однократно высокой дозой, 24 грея. Далее проводилась поддерживающая терапия вирус с узумабом. В ноябре также по ПТКТ прогрессирование, возобновление терапии пемитрексидом, осложненной гипотоксичностью отмены химиотерапии. И в феврале этого года при ПТКТ, здесь вот видно представлены эти слайды, сравнение, да, в 2018 год первая стереотоксическая лучевая терапия, и в 2020 год, два года спустя, мы видим полный эффект пролеченного ранее метастатического единичного очага в левом легком, и единичный очаг в этом же легком в области купла диафрагмы слева, который ранее был, но ранее у него не было метаболической активности. То есть это, в общем-то, пример, вероятно, индуцированного олигометастатического заболевания рака легкого. Мы также провели повторную стереотоксическую облатимую лучевую терапию на этот новый очаг в левом легком, на этот раз чуть более высокой дозой, поскольку он был более безопасен, 5 сеансов, 10 грей, 50 грей суммарная доза на задержке дыхания. Также одновременно, да, помимо этого единичного очага в легком, также был выявлен единичный очаг слева в лимфоузлах, который располагался выше ранее пролеченного очага, то есть это был новый единичный очаг в лимфоузлах шеи слева. С индексом накопления мы пролечили этот новый очаг, стереотоксическая лучевая терапия, 3 сеанса по 12 грей, 36 грей. Сейчас пациентка продолжает контроль, у нас есть пока еще ПТ-повторного еще не было, есть КТ-контроль легких и КТ-контроль мягких тканей шеи, по ним новых очагов нету и есть признаки ответа опухолевого очага на проведенные, обоих опухолевых очагов на проведенное лечение, как на шее, так и в левом легком. Вот, пожалуй, пример индуцированного ольгами статического заболевания легкого ВВД. В настоящее время, в 2020 году, у нас есть, наконец-то, классификация ольгами статического заболевания, 9 подтипов. Биомаркеры для диагностики истинной ольгами статической болезни пока нам недоступны. У нас есть методы медицинской визуализации, которые могут и должны применяться для диагностики и оценки ольгами статического заболевания, это ПТ-КТ в первую очередь. Для определения ольгометастазов один из наиболее важных факторов является не количество очагов, абсолютное количество, а возможность подведения оплативной дозы безопасно ко всем активным очагам. Оптимальная при технической возможности и при благоприятной локализации очага это высокоразовая доза 24 гре или эквивалентные режимы оплативной стереотоксической лучевой терапии. И очевидно, что в ольгометастатическом заболевании существуют разные фенотипы, различающиеся между собой по степени риска конверсии из ольгометастаза в полиметастаза. И разделение на фенотипы может использоваться для селективного применения стереотоксической радиоабляции у пациентов с ольгометастатическим заболеванием. Спасибо за внимание. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Так. Так, так, так. Я вижу, я, наверное, это первый вопрос, потому что просто я все не буду, наверное, пролистывать назад вопросы. Я вижу вопрос от Анны Пановой. Как часто после дозы 24 гре вы сталкивались с лучевым некрозом? Достоверных, ну, в опухоли, да, некроз. Я могу сказать, что у меня был личный пример подтвержденного некроза в опухолевом очаге меланомы после разовой дозы 24 гре, поскольку там проводилось потом удаление и в патогистологическом заключении был некроз. В нормальных тканях осложнений при правильном планировании выполнения ограничений мы не видели. Так, на ваш взгляд, останется ли ниши для гаммонайф в радиохирургии или такие комплексы, как Эдж и Трубин, которые можно использовать, более нефициально вытеснен гаммонож? Ну, это вопрос, конечно, коммерческий, очень провокационный. На самом деле, ну, я могу только сказать, что современные линейные ускорители разных фирм, я не буду за кого-то ратовать, за Вариант, Трубин, или за Электу, или за Кюре, или за кого-то, они делают сейчас стереотоксическую лучевую терапию более доступной, скажем так, ее демократизируют. То есть, если раньше, как раз я про это и говорил в начале презентации, что еще 15-20 лет назад требовались отдельные системы, специализированные для стереотоксической радиохирургии, то есть мы не имели возможности проводить на обычных, так сказать, обычных линейных ускорителях такую высокоточную стереотоксическую облатимую лучевую терапию, то теперь, благодаря набору опций к системам линейного ускорителя, мы имеем возможность их проводить очень широко и, по сути, в рамках обычного лечения. То есть у нас будут пациенты с фракционной молочной железы, пистательной железы, и потом идет пациент, который проходит стереотоксис на одну мишень, 24 грея, по времени это примерно то же самое. То есть в этом заключается, скажем так, демократизация увеличения показаний к стереотоксической лучевой терапии. А производители, они у всех есть свои решения, я бы не стал как-то выделять какого-то отдельного производителя. Тем более гомонож, вообще это, конечно, для головного мозга, для экстракон. Существуют ли ограничения по объему мишени? Да, вопрос очень интересный. Ну, конечно, не ограничения, ну, по крайней мере, с точки зрения цвифукса, вопрос был не в объеме самой мишени, а в локализации. То есть, как мы видели, применяли вот эту разовую высокую дозу, и при лечении крупных очков, даже более 5 кубических сантиметров, считается, что, в принципе, ответ опухоли будет одинаковый. Но просто-таки, если очаг большой, и он располагается в значимой зоне, он прилегает, допустим, к спинному мозгу, то мы этим ограничены, не ограничены ни размером очага, а именно его, наверное, больше локализации. Соответственно, и не только локализация, но и размер влияет на нагрузку, на рядом расположенные органы риска. Поэтому в этом плане, да, как бы влияет, но упосредованно. Поэтому мы должны выполнять ограничения. У нас сейчас они опубликованы, наши толерантные дозы. Если мы их будем придерживаться, то вероятность осложнений будет очень маленькая. Так, доза 24 Грея достаточна любого типа опухоли или возможное снижение и увеличение при некоторых гистологиях. Спасибо. Но как раз гипотеза заключается в том, что мы можем проводить лечение любой гистологии разовой дозы вне зависимости от гистологического типа. Некоторые гистологии как бы все равно считаются более благоприятны. Они как бы реагируют на меньшую дозу. Например, рак молочной железы, да. То есть мы можем, в принципе, если есть риск какой-то этого лечения, рядом находится орган риска, на котором мы хотим контролировать дозу, то вполне возможно использовать более низкие разовые дозы. Хотя принцип все равно в том, чтобы подводить максимально возможную эффективную дозу. Главное, чтобы у нас проходили ограничения по органам риска. Другое дело, что на самом деле вот эти молекулярные механизмы, которые в лаборатории были изучены профессором Цви Фуксом, они нужны не для того, чтобы просто понимать, почему она вот так работает, стереотоксическая лучевая терапия, они нужны для того, чтобы можно было найти потенциальные радиомодификаторы. И есть там статьи, просто я пока их не стал показывать, они существуют, уже есть работы на лабораторных животных, на лабораторные модели радиомодификации разовой дозы. Там в частности используются препараты, влияющие на эндотелий сосудов. И вот там как раз возможно кроются дальнейшие разработки в этой области. То есть мы можем использовать радиомодификаторы, чтобы снизить нагрузку, использовать разовую высокую дозу, когда, допустим, рядом находится спинной мозг. Мы ограничены 14 грей разовой дозы, мы ограничены, должны выполнять эти ограничения. Если мы можем как-то селективно увеличить чувствительность опухолей к разовой дозе, конечно, мы хотели бы это применять. Но пока это экспериментальная история, поэтому пока ее недоступно в клинической практике. Пока вам. Ну как, могу я? Мы вас послушали. Я думаю, что это проведение Божие, не зря меня выносило дважды из интернета, потому что Сергей Владимирович в своей презентации очень четко изложил очень серьезные, важные, теоретические моменты, касающиеся и органцитатической болезни, и основного метода воздействия на ольгометастазы, методолучевая терапия, СБРТ, стереотоксическая лучевая терапия. Моя задача облегчена, я думаю, что нам стоит поразвышлять о том, что мы, традиционные онкологи, радиотерапевты, можем сделать для наших пациентов с ольгометастатической болезнью. Действительно, еще лет 10-15 назад было сложно себе представить, что мы можем что-то сделать хотя бы условно радикально для больных с метастатическим раком. На настоящее время количество вот этих вот стрел, опций в лечении метастатических пациентов увеличивается постоянно, причем речь не идет только о традиционной химиотерапии или таргетной терапии, или иммунной терапии, которая вошла в нашу жизнь. Речь идет об активном присоединении локальных методов, среди которых действительно особое внимание уделяется и лучевой терапии. Еще раз напомню об этих двух гениальных людях, которые в 95-м году прошлого века сформулировали теорию о легометастазах, введя этот термин в обиход. Напомню, что оба они радиационные онкологи, никто иначе. Сэмир Хелман возглавлял отдел лучевой терапии медицинской школы Гарварда, и он был одним из президентов АСКО. Ральф Эксельбам до сих пор возглавляет отдел лучевой и клеточной онкологии, радиационной клеточной онкологии в институте Чикаго. И пролечив огромное количество пациентов с метастатическим процессом, они обратили внимание на то, что многие из этих больных будут жить и в дальнейшем и даже прогрессировать значительно медленнее, нежели многие другие. Поэтому возникла подобная теория, останавливается на которой я в настоящее время не предполагаю, поскольку Сергей Владимирович уже очень подробно об этом рассказал. Самое главное, что эта теория имеет действительно важное клиническое значение. Если мы, имея под контролем первичный очаг воздействия на олигометастазы, то, возможно, мы изменим жизнь пациента к лучшему, изменим его прогноз. Но потребовалось онкологическому сообществу не менее 10 лет, а может быть, даже более на обмозговывание этой ситуации для того, чтобы спустя десятилетия начали появляться такие первые исследования, которые касались этой проблемы. В основном, это были в основном ретроспективные работы, но постепенно уже в нашем десятилетии начали появляться и проспективные исследования по применению локальных методов у больных с олигометастатическим процессом. И в итоге это все в нынешнем году свелось к тому, что появился консенсус, про который Сергей Владимирович уже очень подробно говорил. Я просто хочу еще напомнить, что, да, действительно, все очаги, подлежащие курабельному воздействию, должны быть изначально потенциально курабельны, и это воздействие должно быть безопасно. При этом концепция олигометастатической болезни не зависит, не определяется локализация первичной опухоли, ее морфологии, локализация метастазов. Наиболее адекватные технологии, как уже было сказано, это стереотоксическая лучевая терапия и гипофракционерная МРТ. Действительно, наш онтологический мир, и в частности наш радиотерапевтический мир, очень стремительно меняется, и мы получаем, по сути дела, поток, сопоставимый с потоком первичных пациентов. Это больные с олигометастазами, вроде бы они палеотивные, но мы можем изменить их прогноз. Основная гипотеза состоит в том, что если мы, применяя локальные методы, а хирургия уже в свое время очень неплохо зарекомендовала себя в лечении больных с олигометастазами, удавалось получить хорошие результаты, но просто в ЭРУС стереотоксическая лучевая терапия далеко не всегда нужно прибегать к хирургическому методу, помня о том, что есть определенные риски любого хирургического вмешательства. Так вот, если мы, применяя локальные методы, в частности лучевую терапию, будем способны изменить прогноз олигометастатического пациента, тогда та догма о том, что медстатические пациенты должны получать только палеотивное системное лечение, она рассыплется в прах. Некоторое время назад начали появляться исследование исследования по применению стереотоксической лучевой терапии. Вот СБРТ или СЕЙБР это тот самый аргумент номер один, который должен поддержать основную гипотезу локального воздействия при олигометастатическом процессе. Но ретроспективные работы, их было относительно немного, и были они в основном довольно-таки малочисленные. они, да, продемонстрировали, что определенной части пациентов удается добиться очень неплохих результатов. При этом высокие дозы лучевой терапии не просто работают как основной фактор, воздействующий на молекулу ДНК, об этом же было сказано, не просто воздействуют на микроокружение опухоли, не просто воздействуют на опухоли ассоциированные клетки, фибробласты, которые участвуют в процессе пролиферации клеточной инвазии опухолевых клеток и тем самым могут усугубить метастатический процесс. Они большие дозы излучения подавляют функцию этих клеток, тем самым вызывая их последующую деградацию. В последнее время авторы предложили к тем 5-р клинической радиобиологии, которую многие из нас помнят еще студенческой скамьи, исходная радиочетательность, репарация, репопуляция, реоксигенация и редистрибьюция переспределения клеток по стадиям клеточного цикла добавить еще два фактора, которые касаются именно высоких дослучевой терапии, связанных с применением СБРТ. Это фактор ремоделирования опухолевого микроокружения и фактор реджекции, то есть отторжения иммунной системой за счет того, что высокие дозы иммунзирующего излучения стимулируют выработку CD8+, т-лимфоцитов, участвующих в иммунном ответе. Возможно, вскоре мы нашим студентам будем преподавать не 5, а 7, R-клинической радиобиологии. Так вот, те небольшие ретроспективные работы по применению СБРТ у больных с олигометастазами зачастую демонстрировали неплохую стабилизацию процесса, но примерно у пятой части пациентов была обнаружена пролонгированная выживаемость без прогрессирования 4 года и даже более при достаточно низкой частоте и выраженности осложнений подобного лечения. Было подмечено, что оптимальная доза, которая позволяет добиться лучшего эффекта, это биологически эффективная доза в 100 грей, наиболее часто применяемая схема это 5 фракций по 10 грей, они оказались достаточно эффективны у подавляющего большинства пациентов с опухлями различных локализаций. Но тем не менее, изменить стандартную практику ретроспективные исследования в хилу своего невысокого уровня доказательности не могли. Кроме того, существовал и существует до сих пор некий скепсис в отношении того, стоит ли гоняться за отдельными метастазами статического пациента, не лучше ли просто применить палеотивное системное лечение. На настоящее время у нас есть как минимум три реномизированных проспективных исследований, которые действительно могут изменить стандартную практику. Первый из них из трех центров, одного в Лондоне, двух американских, в лидирующем которых был Эмди Эндерсон, изначально планировал набрать исследование 74 пациента с ними как леченым раком лёгкого четвёртой стадии с ограниченным количеством метастазов, которые не прогрессировали после химиотерапии. Но исследование было остановлено раньше времени, после того, как промежуточный анализ на 49 пациентах продемонстрировало, что добавление локального лечения, а именно операции, лучевой терапии в виде СБРТ или того и другого одновременно, точнее, последовательно, показало, что значительное улучшение, в три раза улучшение средней выживаемости без прогрессирования у пациентов, которые получают локальные лечения по сравнению с теми, кто только находился на поддерживающей терапии. Есть в настоящее время уже обновленные результаты, опубликованные в прошлом году. Они только демонстрируют уже вышесказанное, но уже на большем промежутке времени наблюдения. Опять-таки, в три раза лучше выживаемость без прогрессирования у пациентов, которые получали дополнительное локальное лечение по поводу олигометастазов и общая выживаемость также практически в три раза выше. Второе исследование, оно вышло из Техасского университета и в нем одним из главных исследователей был небезызвестный профессор Роберт Теммерман, один из апологетов стереотоксической лучевой терапии в мире. В этом исследовании опять-таки пациенты с ними как леченым раком легкого с олигометастазами до пяти, которые имели частичный регресс или стабилизацию после химиотерапии и получали уже только стереотоксическую лучевую терапию, на анициотические очаги либо поддерживающие лечение. И снова тот же самый результат. Исследования закрыты раньше времени по причине явной эффективности исследованного метода. Выживаемость без прогрессирования ее медиана в три раза лучше при применении локальных методик, а медиана общей выживаемости для этой группы пациентов даже не была достигнута. Колоссально. Ну и наконец совсем недавнее событие это публикация в журнале клинической онкологии в июне этого года результатов исследования Сейбер Комет. Причем пятилетний результат уже в настоящее время не существует. В отличие от предыдущих двух исследований в него попали пациенты с оплем различных локализаций рак легкого, колоректальный рак, рак молочной железы, рак предстательной железы, которые имели олигометастатический процесс. Исследование было мультицентрическим международным. Количество пациентов 99 человек. Часть из них получали только стандартное палиативное лечение, а у части добавлялась стереотоптическая лучевая терапия. И мы видим опять-таки тот же самый схожий результат. Пятилетнюю общую вживаемость практически в три раза улучшена, как минимум два с половиной лучше у пациентов, получавших локальное лечение. И точно такие же преимущества у пациентов в плане пятилетней выживаемости без прогрессирования. В группе только палиативного лечения ни один пациент не смог перешагнуть через пятилетний рубеж, в отличие от групп локального воздействия. Не нужно думать, что если эти исследования были включены только пациенты с раком легкого, колоректальным раком, перечисленными опухолями молочной железы или простаты, то только на них нужно концентрироваться. Метод универсален в качестве примера буквально недавнее обследование из нашего центра. Молодая, да, она очень приятная пациентка с опухолью эндометрия. У нее был рак эндометрия второй стадии в 2017 году пролечен комбинированным методом. В декабре 2019 года обнаруживает три метастазов легких. Один из них был наиболее крупный, в верхней доле слева. Подлиник он достигал 4 сантиметров и два более мелких в пределах сантиметра. Пациентка начала получать палиативную химиотерапию на основе препаратов платины и токсанов. А на крупный очаг мы решили дать стереотаксис, делать стереотаксис, поскольку не были уверены, что этот очаг 4-сантиметровый сможет уйти от только химиотерапии. В итоге пациентка получила 5 фракций по 8 грей. И контрольное обследование в июне этого года, месяц назад, продемонстрировало полный регресс этого очага. Остался лишь линейный фиброз и кальцинат 3,5 мм. Оставшиеся маленькие очаги ушли сами собой по всей денности от химиотерапии. Вот еще одна картинка, которая демонстрирует эффект лечения. Я так думаю, что если бы пациентка не получала химиотерапию или какое-то другое системное лечение, можно было бы задуматься еще о таком интригующем явлении, которое может стать еще одним аргументом для нас, для радиационных онкологов в плане поддержки применения лучевой терапии у ольгометистатических больных. Это обскопальный эффект. Обскопальный эффект явления, который сродни шаровой молнии. Все про него слышали, мало кто его видел. Явление настолько редкое, что многие считают, что существует ли оно вообще в реальности. Отличие состоит в том, что если для человека встреча с шаровой молнией это катастрофа, то для пациента, у которого регистрируется обскопальный эффект, это очень большая удача. Сам термин обскопальный эффект был впервые введен в обиход английским радиобиологом Робином Моллом и встретился впервые в его публикации 1953 года в британском журнале «Радиологии», где он описывал несколько случаев регрессии метастатических очагов после облучения одного из них. И с тех пор все случаи обскопального эффекта очень тщательно фиксировались в истории. Есть даже описательный обзор, соматический обзор 2016 года. В нем включено 46 подобных случаев обскопальных эффектов после только лучевой терапии без каких-то других видов лечения. Но это в основном описание. Автор описывает, какая средняя доза за фракцию была у тех больных, которые наблюдали в дальнейшем обскопальный эффект, какая суммарная доза, каков эффект средний до развития обскопального эффекта. В основном это два месяца. Сколько времени потребовалось до последующего прогрессирования и так далее. Я думаю, что в настоящее время этот список может быть значительно расширен хотя бы за счет нашего пациента, который попал в клиническое исследование Волга. Его результаты были опубликованы в прошлом году в ESMO Open. Мы облучали больных с метастатическим раком почки, получающих в таргетную лимонотерапию и наблюдали за тем, как реагируют на статические очаги, облученный и некий выбранный контрольный на проведенное лечение. И попался в исследование нам один пациент, молодой мужчина, который в 2013 году был прооперирован по поводу рака правой почки третьей стадии, очень быстро спрогрессировал. Уже в 2014 году, в марте, у него были зарегистрированы множественные метастазы легкие в кости. Пациент начал получать таргетную терапию, на двух линиях он спрогрессировал, на третьей линии остался вроде бы стабилен и получал лечение на протяжении более чем двух с половиной лет. Вроде бы стабильная картина, хотя, надо сказать, на момент включения исследований он потихонечку прогрессировал по метастазам в кости. У него, кроме метастаза в костях и в легких, были множественные метастазы в лимфозах средостения, а лимфозы они гораздо хуже, обычно поддаются все-таки воздействию системными методами, в данном случае у таких опухолей. У пациента еще также наблюдался лекарственный пневмонит. Нижняя доля его левого легкого была очень лохматая, поэтому мы не стали облучать очаг, располагавшийся в левом легком, хотя он был более крупным и по условиям исследования мы должны были облучать именно его. А облучили методом стереотоксической лучевой терапии очаг в верхней доле правого легкого и в дальнейшем за ними обоими наблюдали. Физики нам предоставили несколько планов для стереотоксической лучевой терапии, мы в итоге выбрали один из них, пациент получил 50 грей за 5 фракций с 14 синекопланарных полей, с ежедневной визуализацией, все как водится. Через 3 месяца контрольная томография показала стабилизацию по очагам, а еще через 3 месяца, то есть спустя полгода, просматривая результаты ОКТ, который был сделан в Москве и описан московскими специалистами, мы задумались, а уж не обскопали ли эффект это, поскольку и облученный очаг, и контрольный очаг уменьшились на четверть, как минимум. Один из мелких очагов полностью ушел, но самое главное, что лимфовый средостейник, который никто не трогал, они практически наполовину уменьшились. Правда, ценой появления, усугубления явлений пневмонита в нижней доле слева, но, правда, это не было связано с лучевой терапией, видимо, так пациент прогрессировал. И никогда не забуду ту, которую он написал в переписке. Так хочется верить, что вы подстрелили эту гадость. Эта фраза всегда будет в голове, всегда будешь помнить, если ты хоть раз видел подобное явление, что это может случиться еще и еще. я очень бы хотелось, чтобы те радиотерапевты, те специалисты, онкологи, хирурги, которые сидят по ту сторону экрана, когда-либо наблюдали подобное явление. Приходит мысль, а что если бы пациент получил стереотаксис на медсеотический очаг не на фоне таргетной терапии, а на фоне иммунотерапии? Может быть, каким-то образом судьба его была изменена бы в лучшую сторону, потому что аргумент номер 3 в пользу применения лучевой терапии у больных с олигонистатическим раком это то, что эффективность лечения может быть получена при комбинации лучевой терапии и иммунотерапии. С того момента, как впервые появился термин «апскопальный эффект» в 50-х годах прошлого века и до момента, когда двое замечательных ученых Сандро де Мария и Сильве Фарменти итальянки, живущие в Америке сформулировали гипотезу об иммуноиндуцированной природе «апскопальных эффектов» прошло более 50 лет. Потом еще опять-таки онкологическое сообщество обмозговывало эту идею иммуноиндукции ответа с применением лучевой терапии, когда начали появляться первые исследования, первые работы по этой проблеме уже в нашем десятилетии. Что интересно, единственный клинический случай, наблюдаемый американскими авторами, был тут же опубликован в New England Journal of Medicine пациентка с метастатической меланомией, которая когда-то была пролечена как первичная пациентка, а потом у нее возникли множество метастазов, она получала лечение эпилемумабом, потихонечку начала прогрессировать, и в какой-то момент, видимо, из облевого синдрома в костях ей провели лучевую терапию на один из очагов. И что интересно, впоследствии наблюдали регрессию множества практически всех ранее выявленных очагов. И в этом же году появились результаты исследований первой фазы, потому что американские коллеги не стали ждать смелости от природы, они постарались индуцировать абскопальный эффект. Всего лишь 12 пациентов с метастатической меланомой и почечноклечечным раком получали СБРТ на один из множественных метастатических очагов совместно с введением интерлекина-2. И практически у половины из них удалось достичь полного ответа. Посмотрите, огромное количество этих метастазов словно стерли ластиком с ПЭТ-томограммой. И вот уже тогда количество работ начало нарастать в геометрической прогрессии. Появлялись не только ретроспективные наблюдения, но и проспективные работы. Уже есть даже метаанализ, в частности в отношении метастатической меланомы, в котором испанские авторы продемонстрировали, что при совместном применении лучевой терапии, иммунотерапии, абскорпальный эффект может наблюдаться аж у четверти пациентов. А в сравнении с только иммунотерапией, добавление лучевой терапии позволяет увеличить медиану общей выживаемости аж на 8 месяцев. И это все ценой достаточно приемлемой и очень невысокой токсичности. В основе взаимодействия иммунотерапии и лучевой терапии лежит следующее. Лучевая терапия способна разрушать опухолевые клетки, обнажать опухолевые антигены, которые представляются антигенопрезентирующим клеткам, и эта информация попадает уже на Т-лимфоциты, специфические клетки, которые, циркулируя по всему организму, воздействуют не только на облученный очаг, но и на многие другие опухолевые очаги, вызывая их уменьшение, регрессию. В это настоящее время всем нам стоит задуматься, как же увеличить частоту и выжженность подобных явлений. Огромное количество вопросов стоит на повестке дня перед исследователями, как отбирать пациентов в первую очередь для комбинации иммунотерапии, лучевой терапии, влияет ли как-то морфология, количество метастазов, локализации и так далее. Есть куча вопросов, которые касаются чисто технической стороны вопроса, в частности, самого облучения. Когда облучать по отношению к лучевой терапии? Как облучать? В каких дозах? Какое количество фракций подводить? Может быть, достаточно одной большой фракции? Что облучать? На часть этих вопросов уже существуют ответы. Может быть, они не на 100% в них уверены, но все-таки есть определенные данные. В частности, в отношении доз для вызывания обскопального эффекта. Исследователи из Института Данны Фарбер из Соединенных Штатов, облучая пациентов с метастатической меланомой на фоне и пельмумаба, обратили внимание на то, что частота и выженство обскопального эффекта при применении разовых доз тригрея и менее за фракцию становится больше, нежели если облучать пациентов в больших дозах. Хотя это немножечко странно. Вроде бы, чем выше доза подводимая за один сеанс, тем большее количество опухоли клеток гибнет и больше антигенной информации предоставляется антигенопрезентирующим клеткам и запускается иммунный ответ. Но французские авторы в своей публикации 2017 года дали отчасти ответ на этот вопрос. Во-первых, облучая опухоли фракционировано по 8 грей, три фракции, либо одной крупной фракции в 30 грей, они еще раз показали. Да, крупные фракции как изолированы, так и в комбинации с иммунотерапией вызывают значительное угнетение роста самой облученной опухоли, но никак не влияют на обскопальные очаги. Но если же применить фракционированный подход три фракции по 8 грей, то на фоне комбинации с иммунотерапией с CTLA-4 угнетается рост и облученной опухоли, и обскопальных опухолей. И эти же авторы идентифицировали некий фактор ТРЕКС-1, это экзонуклеаза, основная функция которой это элиминация обломков ДНК, которые возникают после воздействия с индирующим излучением на опухолевую клетку. У этого фактора есть порог индукции, это 10 грей и выше. При подведении больших доз, то есть свыше 10 грей, свыше пороговых, возникает ТРЕКС, который элиминирует обломки ДНК, соответственно, исчезает антигенная информация и не запускается иммунный ответ. И наоборот, если дозы подпороговые, то ТРЕКС не появляется в цитоплазме клетки, антигенная информация представляется антигенопрезидирующим клеткам и запускается в итоге тот самый иммунный ответ, на который мы так все рассчитываем. Есть мнение, причем его поддерживают многие авторы, что облучение только одного очага нерационально, это субоптимально. Но если посмотреть на сайт клинических исследований, то подавляющее большинство исследований именно занимаются тем, что облучают какой-то один очаг на фоне иммунотерапии. И лишь очень-очень маленькое количество исследователей облучает большее количество очагов. В одной из публикаций недавних, 2019 года, авторы предположили такую гипотезу, что различные медстатические очаги в одном и том же организме могут иметь различную антигенную структуру. Соответственно, облучение только одного из них представляет очень куцую и ограниченную информацию. Если мы облучаем различные очаги, то более полная антигенная информация представляется иммуноответственной и соответственно ответ будет более полным. Я думаю, что учитывая подобные идеи, количество исследований по облучению большого количества метастатических очагов увеличится. В настоящее время, например, исследование Сейбер-Коммент-10, в котором облучается как минимум 10 метастатических очагов. Больше всего нас напрягает тот факт, что это может быть очень токсично облучить несколько зон, пусть даже с применением высокоточных методик. Мы, конечно же, побавимся различных осложнений, хотя есть данные, которые демонстрируют, что частота осложнений третьей степени, тем более выше, довольно-таки невысока. То есть делать это можно в принципе вполне безопасно. Самое главное, что существуют и разные подходы. Например, австрийские авторы предложили облучать не весь метастатический очаг, особенно если он имеет большие размеры, ограничиться только его как бы наиболее активным метаболическим центром, точнее гипоксическим центром, который определяется по ПЭТ. Они облучали 23 пациента с нерезиктабельными изначальными статическими опухолями, определяя гипоксический центр по ПЭТ без какой-либо дополнительной системной терапии, получили очень интересные результаты. Во-первых, отлично регрессировало не только облученная опухоль в полном объеме, но наблюдался примерно у половины пациентов и обскопальный эффект. И осложнений при этом отмечено не было. Конечно, исследование небольшое, количество пациентов очень мало, но я думаю, что эти данные интересны. И в тех ситуациях, когда мы колеблемся, облучателей нет, может быть, действительно стоит ограничиться каким-то одним активным центром. Еще один интересный вопрос это стоит ли облучать лимфоузлы. И большинство исследователей пока сходят на то мнение, что делать это не нужно. Лимфоузлы, особенно те, которые располагаются в непосредственной близости от облучаемых метастатических очагов, они в основном как раз соответственны за выработку Т-лимфоцитов, то есть за запуск иммунного ответа и возможное развитие обскопального эффекта. Поэтому про облучение региональных лимфоузлов в настоящее время у больных с ольгометастазами речи не идет. Коротко выводы. Я уверена, что в ближайшие годы лучевая терапия должна войти в стандарты лечения больных с ольгометастатическим раком различных локализаций. При этом отбор пациентов нужно проводить нам в команде врачей с нашими коллегами, хирургами, химиотерапевтами. А уж в отношении количества облучаемых очагов все это очень индивидуально. Я думаю, нужно возвешивать очень многие факторы. Ну и комбинация лучевой терапии и иммунотерапии выглядит наиболее перспективной для улучшения отдаленных результатов лечения. И в заключение хочу сказать, что возможно в ближайшее время и мы с Сергеем Владимировичем и с нашими коллегами сорганизуем мастер-класс о том, как увеличить частоту и выживание сабскопальных эффектов у наших пациентов. Огромное спасибо за внимание. Сейчас прочитаю вопросы. «Когда лечится легкое, как решаются огромные трудности?» Теперь подвисает чат у меня. Валерий Владимирович, а там вопрос в том, когда лечится легкое, как решаются огромные трудности синхронизации облучения с дыханием пациентов? Хотя разовое облучение, но все-таки. Я думаю, что в этой ситуации в принципе немало. Если вы имеете современное оборудование, которое позволяет проводить синхронизацию, гейтинг, то это не становится большой проблемой. Могу сказать, что воля на выданке хитра, вот у нас нет, например, синхронизации, мы выкручиваем следующим образом. Мы облучаем задержки дыхания в течение недели примерно обучая пациента дышать примерно с одинаковой интенсивностью задерживать дыхание, как ему удобно, на вдохе или на выдохе. При этом мы стараемся максимально фиксировать грудную клетку для того, чтобы исключить какие-либо внешние движения. И, по крайней мере, те процедуры визуализации, которые нам позволяют наше оборудование проводить до сеанса стереотоксической лучевой терапии. А, кстати, мы просим еще физиков сделать как можно большее количество полей облучения для того, чтобы промежуток, когда пациент будет задерживать дыхание, был как можно меньше. Визуализация до сеанса облучения позволяет нам увидеть то, что мы попадаем в очаг, ну и, собственно говоря, те результаты, которые мы получали, говорят о том, что эта методика тоже имеет место быть в тех центрах, которые не имеют возможности применять организацию. Сергей Владимирович, что у вас? Ну, я добавлю, да, то есть в нашей ситуации мы используем вариант Трубима, версия 2.5, конкретно сейчас в клинике Мискану, где я их нахожусь, собственно, сейчас. Эта версия Трубима позволяет проводить, во-первых, синхронизацию по дыханию в различные варианты, то есть мы можем использовать для планирования 4D-КТ, то есть мы видим объективное движение объема опухолевого во время всех фаз дыхания, мы понимаем, насколько он двигается, можем выбирать методики, да, то есть есть, если до 5 мм очаг движется, он не требует других каких-то, да, то есть мы просто лечим ITV, то есть объем, который, описываем объем, плюс еще уступа дополнительной, там, 3-5 мм. Если очаг движется очень сильно, более 5 мм, например, ну, это как раз очаги, которые находятся в области, в нижних отделах легких, например, или все очаги в печени по определению, да, все вот эти локализации, на почечнике, например, мы, как правило, лечим синхронизацию по дыханию, на задержке дыхания тоже, то есть это методика Deep Inspiration Brace Hold, мы проводим также тренировку пациентов, ну, у нас есть еще дополнительная система, так называемый видео-коучинг, то есть тренировки пациента и видеосопровождение, то есть пациент видит во время сеанса лечения свое дыхание, он видит график вот этот, то есть, в любом случае, даже в этой ситуации надо тренировать, совершенно правильно, там, Владимир сказал, что это технология, которая тоже требует участия пациента, в принципе, она всегда хорошо переносится, но бывает ситуация, мы понимаем, что пациент сложно ему задерживать дыхание, синхронизацию, вот, тогда тоже на свободном дыхании лечим. Еще существуют методики абдоминальной компрессии, но мы их очень редко используем, практически это единичный случай, то есть, в принципе, синхронизация с задержкой дыхания очень неплохо работает, плюс, то, что касается печени, мы в нашей клинике используем технологию маркировки очагов с помощью маркеров, да, фидушилсов, генконтрастных маркеров, имплантируемых под КТ или под УЗИ, вокруг, близко к очагу, и затем наш аппарат, вариант Рубин, там есть специальный софт, Advanced GFTP, о чем позволяет отслеживать в реальном времени эти маркеры, то есть, когда пациент вдыхает, пациент, аппарат на снимках видит эти маркеры и, соответственно, синхронизирует облучение, то есть, он включается тогда, только когда эти маркеры находятся в заданном диапазоне, соответствующем отступу к ПТВ, то есть, это достаточно сложная технология, она и в реализации очень непростая, но, да, отступы, да, мы уменьшаем очень значительно по сравнению с лечением на свободном дыхании, то есть, у нас лечение метастазов печени проводится с отступами от GTV 5 мм, 5-7 мм, когда мы ничем не ограничены, не больше 5-7 мм, но если очень ограничены, можем даже 3 мм, с какой-то стороны все близкое прилегание к какому-то органу риска, к петлям кишечника используют, вот, поэтому, вот, да, технологии становятся все более и более доступны, но они еще не стоят на месте, то есть, следующее развитие у Арина, по крайней мере, это 4D-CB-сети, то есть, во время самого сеанса лечения стереотоксического мы можем делать 4D-CB-сети и сопоставлять до отдельной фазы, отдельной фазы дыхания, то есть, все совершенствуется, все больше и больше. Я вижу еще один вопрос, я не понял, получается, что гиперпоксионирование 3 фракции, в данном случае в исследовании было по 8 ГР, и при одномоментной иммунотерапии лучше, чем облучение одной дозы 24 ГР. Я думаю, все зависит от того, что вы хотите достичь. Если вы планируете облучить один единственный солитарный метастаз, например, в головном мозге или где-то еще в позвонке, то вполне можно применить однократное облучение большой дозы и добиться отличного результата. Если вы абсолютно уверены в том, что это единственный солитарный метастаз, в чем, я думаю, у пациента, с которого он выявлен, полностью уверенным быть нельзя. Если вы изначально предполагаете, что вы будете комбинировать лучевую терапию с иммунотерапией, то те исследования, которые существуют в данный момент, они демонстрируют, что да, необходимо фаркционировать, необходимо подводить подпороговые дозы для того, чтобы запускать, чтобы не только эффективно воздействовать на облученный очаг, но и запускать иммунные процессы, которые привели бы к обскопальному эффекту, который все мы так ожидаем. Причина в том, по крайней мере, одна из причин, я думаю, исследования в этом направлении еще будут продолжаться, это как раз тот фактор, который был идентифицирован французскими исследователями, который имеет пороговую дозу. Доза свыше 10 грей приводит к тому, что не запускается иммунный ответ, идет воздействие только на облученный очаг, и наоборот, подпороговые дозы меньше 10 грей способствуют запуску иммунного ответа. поэтому, это, естественно, пока только первые данные, мы будем ожидать большего количества исследований, но если вы ожидаете работы совместной лучевой терапии, низирующей излучения, иммунной терапии, то, наверное, не стоит выбирать большие дозы сразу. Спасибо всем огромное. Если вопросов больше нет, то, наверное, будем завершать. Из-за дурадских неполадок с ульяновским интернетом мы и так подзадержались. В любом случае, я надеюсь, что всем было интересно. Очень соскучились по живому общению, но надеемся, что когда-то оно возобновится. Спасибо всем. Спасибо большое. Спасибо.